Осуарий – кость, ящик, урна, колодец, место или же здание для хранения скелетированных останков. В русском языке существует синоним этого слова «косница», существовали или существуют узоры острийцев, иудеев, римских, католиков и православных. Традиция хранения черепов или костей предков в специальных помещениях или даже жилых домах встречается и у других народов, хотя термин «осуарий» им обычно не применяется, неолитический осуарий. Традиция хранения костных останков восходит к неолитическим погребениям, где, видимо, связана с развитием заупокойного культа и необходимостью сохранения праха для обеспечения загробного существования покойного или неспослания удачи. Его потомкам – древнейшие осуарии нового каменного века, датируемые периодом около 6500-6000 годами до Н.Э. – были обнаружены во Франции в пещерах Берриабак, где найдены также рыбьи, кости и кости крупных животных. Позволили предположить, что здесь располагалась стоянка древнего охотничьего племени. Подобные же захоронения обнаружены в греческой пещере Алипатрипа. Они датируются временем около 5000-3000 лет до Н.Э. – там были найдены рослиненные останки 20 взрослых и подростков возрастом около 4000 лет до Н.Э. – датируется так называемый Ерегольский комплекс осуареев, найденный в Восточной Африке, возле Азера Туркана. Комплекс представляет собой ряд невысоких курганов, в каждом из которых был прорыт невысокий коридор, и устроено специальное помещение для хранения скелетированных останков, керамики и жертвенных приношений пищи. Для того, чтобы избежать обрушения, потолок земляной комнаты подпирали базальтовые колонны. Как видно, курганы служили много лет, так как более ранние погребения постепенно отодвигались в сторону и дополнялись новыми связками костей, сосудами и пищей. В результате чего скелетированные останки оказались перемешаны между собой. К крайней неолитической ире относится найденное в 2001 году погребение Каса-де-Мура, в данный момент являющийся предметом исследований и датировки. Интересно, что ассуарии найдены среди так называемых менгиров, особенно характерных для Англии и датируемых временем построения знаменитого Стаунхенджа. Хранилище скелетированных останков было найдено между так называемыми обрушенными малым менгирами в Джерси. На Мальто вблизи мегалитических храмов Таршин также найден подземный ассуарий Хаософлиени. Африканские ассуарии, Египет известно, что хранение скелетированных останков не было собственно египетской традицией. Однако же находка в 1914 году в Гизе захоронения Иду-2 принадлежавшего, видимо, к культуре Бадари, доказала, что до возникновения мумификации египтяне практиковали сохранение в саркофагах скелетированных останков и верование в необходимость сохранения тела для посмертного существования души намного старше династического Египта. Иду-2 занимался, по-видимому, торговлей ценными породами дерева. До недавнего времени не существовало твердых доказательств, что тело Иду не сохранилось само по себе под влиянием благоприятного климата. Однако исследования Улери Хавизера в Университете Тюбингена, проведенные в конце XX века, доказали, что бальзамировщики отделили мягкие ткани от скелета, а затем засыпали кости с алюминатрия, чтобы окончательно удалить из них жидкость. Затем кости и ду были подвергнуты копчению, то есть окуривались дымом или, что более вероятно, пропитывались древесными смолами. И лишь затем были уложены в приготовленный для них саркофаг. Карфаген обычай хранения скелетированных останков был характерен также для финикийской колонии на североафриканском побережье Карфагена. При раскопках развалин города Делятор нашел среди прочих ассуарий, на одном из которых был изображен раб Баал Сюэлик, возлежащий на подушках. К ассуарию часто прикреплялась трубка для жертвенных возлияний, через которую опускались, кроме собственно приношений, таблички с надписями. Одна из них, проклинавшая некоего врага, была найдена в одном из саркофагов – ассуарий Центральной Америки. Среди доколумбовых цивилизаций Мессоамерики обычай сохранения скелетированных останков был зафиксирован лишь у тальтеков и майя. Причем сделано это было в ходе недавних археологических исследований новой столицы майяского государства – Чиченый Ци. Имя ассуария или могилы верховного жреца получила четырехугольная ступенчатая пирамида около 30 футов высотой, украшенная изображениями бога Кицелька Атля, которая находится на южной окраине Чиченый Ци. Продолжаются споры, какой из цивилизаций принадлежат найденные захоронения, так как архитектура пирамиды, несмотря на ее расположение в сердце майяского государства, ближе к пукским либо тальтекским сооружениям. Внутри пирамиды между двумя колоннами археологам удалось обнаружить под полом облицованную камнем шахту, уходящую вертикально вниз до самого основания пирамиды, которая, как оказалось, была построена прямо над сводом Карстовой пещеры, имеющей в глубину порядка 36 метров. Пещера эта представляет собой собственно Асуарий, на дне которого обнаружились человеческие кости из-за упокойной приношения из раковин, нефрита, горного хрусталя и медных колокольчиков, свидетельство, что при жизни похороненной занимали высокое положение в майяском обществе. У современных майя также известен обычай ухода за костями предков, помещенными в деревянные ящики Асуарий, в частности, в майяском поселке помочь этому посвящен специальный праздник умерших ханальпишан, во время которого Асуарий вынимается, и каждая кость тщательно полируется и очищается от пыли. Австралийский Асуарий Древняя религия австралийского материка в основе своей является тотемической, основанной на сакральной связи человека с духами охотничьей добычи и защите от злобных духов леса, препятствующих добычи средств к пропитанию и насылающих болезни. Отсюда двойственное отношение к умершему, который после кончины становился либо покровительствующим тотемным духом, либо злобным и мстительным демоном, которого следовало запугивать или умилостивлять, либо же по причине слабосилия и безобидности просто игнорировался. Соответствующая разница в погребальных обрядах особенно хорошо представлена в области Кимберли, где тотемными покровителями становятся умершие воины, после кончины их символически съедают, затем выставляли на платформах до полного отделения плутят скелеты и, наконец, кости укладывали в приготовленный Асуарий, ставившийся затем под скальный навес, посвященный тотему племени. В литературе наличествуют также глухие упоминания о том, что похожий обычай был известен и на острове Тасмания, географически ближайшем к австралийскому материку. Различие состояло в том, что на Тасмании в Асуариях сохранялся не скелет а темного предка, но исключительно его череп – зороастрийский Асуарий. Зороастрийское вероучение запрещает хоронить трупы в земле, топить их или сжигать, поэтому в этой религии существует традиция сразу же уносить исопшего в специальный дом кет, затем перемещая его на расположенное вдали от населенного пункта возвышения – Дахму. Там труп оставался в течение года, пока мясо не истлевало, не раскловывалось птицами или обгладывалось специально содержавшимися для этой цели собаками. Овеянные ветром, высушенные солнцем кости уже считались чистыми, более того, воплощающими частицы души усопшего. Их следовало собрать и поместить в особое хранилище – Наус. В русских переводах эти помещения часто называются «башнями молчания». Естественно, что не только полный набор костяка, но и целые черепа в Асуариях – большая редкость, обычно это лишь разрозненные костные останки. Специфику именно среднеазиатского приема сохранения этих останков составляла укладка их в Асуарии, которые помещались либо в специальных постройках, либо в оградках, или же просто заревались в землю. Асуарии Средней Азии использование асуариев для погребения усопших было распространено до периода Средневековья в Хорезме, Сагде и Семеречье. Данная традиция возникла под влиянием учения зороастризма, распространенного в данных местностях. Самые ранние асуарии найдены на территории Хорезма. В раннем Средневековье асуарии получили широкое распространение в Сагде на территории современной Самаркандской области Республики Узбекистан. Для данных регионов характерны керамические асуарии, изготовленные в форме ящиков. Каждая стенка и дно асуарии изготавливались отдельно, а затем соединялись друг с другом. На ряде обнаруженных асуариев присутствует рисунок в виде штамповки, наносившийся как на лицевую, так и на боковые стенки. Также характерны украшения в форме различных орнаментов. Археологами также были обнаружены асуарии из сырой необожженной глины овальной формы, с неорноментированными стенками. Многочисленные асуарии и гробы были найдены при раскопках советскими археологами и в Хорезме, где население в течение нескольких столетий использовало подобную форму захоронения, вплоть до принятия ислама. Для древнего Хорезма было характерно изготовление асуариев в виде пустотелых керамических скульптурных изображений человека и животных. Древнейшие их образцы, называемые статуарными сосудами, относятся к Айви, Триве, Камда, Эн, Э. Из данного вида асуариев наиболее известны два скульптура стоящей женщины, одетой в платье и кафтан, и статуэтка сидящего в кресле мужчины. Иудейские асуарии. Традиция хранить кости после их скелетирования появилась в Иудее во времена второго храма, что связывает с дефицитом места в семейных склепах в связи с увеличением народа населения. В этот период еврейские мудрецы спорили, был ли день сбора костей родителя для вторичных похорон днем горя или радости, было решено, что это был день утреннего поста и пира днем. Традиция вторичных похорон в асуариях не сохранялась у евреев в период после разрушения второго храма и рассеяния. С распространением христианства в Палестине старые асуарии с иудейских некрополей стали использоваться в качестве реликвариев. Во время первых похорон тело умершего помещалось в нишу погребальной пещеры. А примерно через год, когда тело исклевало, кости складывались в короб, сделанный, как правило, из иерусалимского известняка, иногда из глины. Иудейский асуарий имел форму ящика прямоугольной формы. Его размеры соответствовали по длине бедренной кости покойного по ширине тазу. По высоте общему объему костей, включая череп, для ящика асуария предназначалась плотная двускатная крышка, плоская и сводчатая. Асуарий чаще всего стоял на земле, иногда имел небольшие ножки. Ранние асуарии украшены резными узорами. На поздних встречаются религиозные символы, в частности, минора. Среди надписей на асуариях наиболее распространены были имена покойного. На арамейском или греческом языке иногда слово «мир» или запрет открывать запечатанный ящик. В один асуарий могли помещаться кости нескольких покойников, что позволяло экономить место в погребальных пещерах. Подобные асуарии оказались крайне важными археологическими находками для исследований того периода. Помимо антропологических данных, гробы часто подписаны снаружи и среди имен много таких, которые упоминаются в Новом Завете. При раскопках асуария в Геватхамефтар рядом с Иерусалимом были найдены останки человека, распятого на кресте. Огромные гвозди так и остались в костях, поскольку их, по-видимому, не смогли удалить. Это подтвердило технику распятия, упомянутую в Евангелии. Асуарии персонажей Нового Завета В самом Новом Завете асуарий упоминается, вероятно, дважды. В первом случае Иисус Христос говорит «Горе вам, книжники и фариси, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». С учетом традиции погребений только в савани гробы в данном случае есть асуарий. Другой же из учеников его сказал ему «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Опять же с учетом традиций, более вероятно, что речь идет о «вторых похоронах». В ходе археологических раскопок, проводившихся в XX веке в Иерусалиме, были обнаружены два асуария I века, идентифицированные по надписям на них как «Асуарий апостола Якова и первосвященника Каиафы». Асуарий Якова История обретения асуария Якова точно неизвестна. В печати было сообщено, что известный израильский коллекционер О. Галан в поисках новых приобретений в 1989 году зашел в лавочку некоего неназванного по имени торговца антиквариатом и, перебирая выставленные на продажу находки, обратил внимание на асуарий по форме напоминающей изделия I века и приобрел его за 700 долларов США, до того раритет сменил, как видно, многих хозяев, так как в руки Галану он попал уже пустым. Удивительно, что ни продавец, ни покупатель, как видно, не умели читать по-арамейски и потому не обратили внимания на имеющуюся на асуарий надпись. Через несколько лет находкой заинтересовался Андрей Лемер, преподаватель Сарбонны. С которым Галан познакомился на одной из светских вечеринок в Иерусалиме, Лемеру удалось прочесть надпись на арамейском языке, то есть Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. Единого мнения находки среди историков пока не выработано. Указывают на то, что наличие на сосуде имени брата, что вообще не характерно для иудейских асуарий в той эпохе, указывает, что урна Иакова является подделкой, дополнительным тому доказательством считают то, что основная надпись Иаков, сын Иосифа, выполнена в технике рельефа, в то время как вторая часть сделана прорезью, словно добавлена позднее. Косвенным подтверждением той же точки зрения называют то, что имена Иисус, Иаков и Иосиф были практически самыми употребимыми в Галилее. На что, впрочем, Андрей Лемер возражает, что вероятность того, что все три имени встретились на одном асуарии именно в такой последовательности, не превышает 1%. Австралийский эксперт профессор Джон Пейнтер со своей стороны указывает, что принадлежи асуарии действительно первому епископу Иерусалима. Надпись читалась бы «Брат Господа нашего Иисуса», подобно тому, как неизменно называется Иаков в Новом Завете. Асуарий Каяфа Асуарий Каяфа был найден случайным образом, когда в ноябре 1990 года во время строительства водного парка в Иерусалиме в районе, называемом Лес Мира, землекопы, участвовавшие в работах неожиданно проломили свод искусственной пещеры, на поверху оказавшейся погребальной камерой, запечатанной приблизительно со времени Второй Иудейской войны. Камера была разделена перегородками на четыре части, которые вмещали в себе 6,6 расколотых, вероятно, грабителями могил Асуарий. На узкой стороне одного из них прочли надпись «Хасфбаркафа», то есть на современном языке «Ихосфбаркафа», Иосиф, сын Каяфы. В Асуарии археологи нашли кости шести человек, из них двух младенцев, одного ребенка возрастом от двух до пяти лет, подростка около 13 лет, взрослая женщина и мужчина порядка 60 лет, вероятно, последний скелет и принадлежит первосвященнику. После окончания исследований останки были переданы Израильскому министерству по делам религии и захоронены на Масличной горе. Интересно, что в рот умершему положили монетку, что характерно для греческого, а не иудейского обычая – католические Асуарии. Католические Асуарии, как правило, представляют собой открытое хранение костей в склепах или часовнях. Обычно это способ экономии места на кладбищах. К наиболее известным относятся Асуарии при церкви Санта Мария делала кончиционе в Риме, капелла костей в португальском городе Эворо и костехранилище в Сидлице, предместе чешского города Кутнагара, в котором кости использованы в качестве материала для оформления часовни. Однако самые знаменитые Асуарии в мире находятся в катакомбах Парижа, в которых складированы останки более 6 миллионов человек. Православные костницы, хранение костей в специальных помещениях, давняя традиция погребения на горе Афон. Вот как описывает посещение подобного места русский писатель Борис Зайцев, побывавший на Афоне в 20-е годы 20 века. Борис Зайцев в своей книге отмечает, что в афонской похоронной традиции, помимо экономии места, В хранение скелетированных останков вкладывается сакральный смысл, если усопший был монах праведной жизни, то за три года его тело должно разложиться, если нет, то братья снова закапывают останки и усиленно молятся за покойного. Впрочем, костницы существуют не только на Афоне, но и в египетских и палестинских монастырях, а также и во многих других православных монастырях, в том числе и российских. Использование асуария в православном монашестве связано с тем, что исторические монастыри возникали в пустынных местах с песчаными или каменистыми почвами, что делало затруднительным устройство кладбищ. Для целей погребения устраивалось несколько могил, которые использовались неоднократно. Извлеченные через некоторое время кости помещались в костиницы, при этом скелеты, как правило, разделялись. Из уважения к сенайским архиепископам их кости хранятся в монастыре в отдельных нишах. Монастырские костницы имеют, как правило, аскетические интерьеры, но встречаются и украшенной фресковой живописью. Например, в костнице болгарского Бачковского монастыря стены украшены изображениями святых в квадратных и круглых медальонах. Изображения выполнены в стиле одной из ветвей провинциального византийского искусства. На православном востоке в средние века костницы были не только монастырской традицией. Например, в Херсонайсе после X века на месте многих разрушившихся крупных базилик были устроены десятки могил костниц, которых погребли кости покойников, ранее захороненных за городом. Такие многочисленные могилы костницы, расположенные среди жилых кварталов, были характерной чертой города в период позднего средневековья. Военные захоронения Ассуария используется для массового захоронения погибших в крупных сражениях, причем зачастую в случае, когда останки невозможно идентифицировать. Так, останки более чем 130 тысяч французских и немецких солдат, погибших в сражении при Вердене, хранятся в Ассуарии до Омон, открытом в 1932 году. В болгарском городе Плеве не существует мавзолей костницы русских и румынских солдат, павших при осаде этого города во время освобождения Болгарии от турецкого владычества.